Сегодня замминистра сельского хозяйства рассказала, что в России выращивается 20 миллионов тонн масличных. Из них перерабатывается, по нашим оценкам, где-то в районе 15 миллионов тонн. Соответственно, получают масло различного вида около 6 миллионов тонн. Российскому рынку необходимо всего 2 миллиона тонн. Российский рынок не растет такими существенными темпами, поэтому 2 трети производимого масла необходимо отправлять на экспорт. Соответственно, и развиваться необходимо в ногу с отраслью, особенно в свете последних указов президента об увеличении экспорта. Поэтому без участия в экспортном направлении, увеличения его с ростом вместе с отраслью и с учетом планов, хороших планов на добычу урожая и переработку масла, естественно, необходимо особое внимание этому сегменту уделять. У переработчиков сегодня в России всегда есть опасения по урожайности и снабжению масличными переработки, потому что мы придерживаемся принципа «предприятия должны быть загружены не менее чем на 90 процентов». Но мы считаем преимущество в том, что мы перерастали там, где мы хотели перерастать, там, где существуют запасы сырья, необходимые для повышения переработки. И мы не увеличивали производство, мы просто адаптировали в группу существующие предприятия, которые и работали уже в этих регионах. Наша задача сделать их более эффективными, производить качественную продукцию и наладить хороший сбыт, хорошую структуру закупки. И, конечно, мы развиваем инструменты планирования. Поэтому у нас, конечно, возможно все в нашей жизни, но мы сильно на это не рассчитываем, на большие сложности.